Какова температура в космосе? Такой вопрос часто можно встретить в интернете и ответ на него не так банален, как казалось бы, и какой-то конкретной цифры назвать нельзя. Но чтобы понять, в чем причина такой сложности и какова температура все-таки в космосе, нужно знать несколько свойств передачи температуры, передачи тепла и холода в космосе. И в принципе в нашей жизни, а не только где-то там в безвоздушном пространстве. Если мы попытаемся в нашей жизни, в повседневной, дома, например, как-то передать тепло, как мы можем это сделать? Во-первых, можно использовать тепловентилятор. Это так называемая конвекция, то есть это передача тепла через газы или жидкости. Мы, например, берем горячую кружку чая, дуем на нее, она становится холодной. Не сразу, конечно, но все-таки. Это конвекция воздухом. Либо мы ставим тепловентилятор, он дует теплым воздухом нам в ноги и нам становится тепло. Это один способ, который можно передать. Второй способ – прямое инфракрасное излучение. Такие обогреватели тоже есть инфракрасные, есть плиты инфракрасные. В принципе, любая лампа накаливания излучает не просто видимый свет, но и свет инфракрасный, который наши глаза не видят, но который достаточно эффективно передает энергию. Если вы чувствуете тепло от своей батареи с расстояния, например, метр, это инфракрасное излучение. Если вы над ней руку поднесете, вы почувствуете ток теплого воздуха, это уже конвекция. Еще один способ – это прямой теплоперенос. Это передача непосредственно через поверхность. Если, например, мы встаем на горячую поверхность, мы это чувствуем, или наши ноги замерзают. Если зимой мы в тонких кроссовках выходим на улицу, нашим ногам становится холодно. Это обратный. То есть мы выступаем источником энергии, и мы греем землю через свои тонкие кроссовки. Естественно, ни сковородок в космосе не летает, ни обогревателей, но там есть другие источники тепла. И Солнце – это практически такой же источник теплового излучения, как и излучатель тепла или обогреватель у нас дома, но не конвекционный, не вентилятор, а именно излучение. Точно так же, как большой обогреватель наше Солнце греет Землю, греет космические корабли, греет скафандры. И если космонавт выйдет на поверхность космического корабля или на поверхность Луны, например, он начнет еще взаимодействовать и с этой поверхностью. Соответственно, если поверхность будет горячая, космонавту также будет передаваться это тепло. или если она будет холодная, то от космонавта это будет передаваться на поверхность Луны или космического корабля. Между нами, между Солнцем и Землей, между космонавтом и Землей или Луной, в тех местах, где он не касается, с технической точки зрения нет никакой другой среды, там вакуум. Этот вакуум не стопроцентный, не идеальный, но для человека в скафандре можно считать, что это практически полный вакуум и никакой конвекции, собственно, там нет, там нельзя подуть, там ветра нет, ни холодного, ни горячего, поэтому у нас остается только два способа передать тепло, излучением или при непосредственном касании. Но если мы захотим просто померить температуру в космосе, единственное, что мы сможем поверить, это температуру градусника. Например, мы можем разместить градусник на борту маленького космического аппарата, как вот здесь показан запуск малого спутника, и этот спутник будет летать вокруг Земли по собственной орбите, и его градусник будет измерять температуру. Если мы зададимся вопросом, с какого будет температура этого градусника или температура этого спутника, мы получим ответ примерно от минус пяти до плюс сорока пяти градусов. То есть в среднем это, в общем-то, комнатная температура, хотя, казалось бы, в космосе или холодно, или горячо должно быть, там же солнце, или вечный вакуум, вечная темнота. Из-за чего возникает этот перепад? Где минус, где плюс? Минус на теневой стороне Земли, то есть спутник летает вокруг Земли, на низкой околоземной орбите он совершает оборот за 45 минут, точнее 45 минут он идет в тени, 45 минут на свету, 90 минут в сумме его оборот составляет, и когда он находится в тени, он уже выступает источником энергии, он уже излучает в окружающее пространство, как обогреватель, и, соответственно, сам теряет эту энергию и остывает. Опускается температура до минус пяти градусов, потом он выходит на солнечную поверхность, она его освещает, и он нагревается. Если мы попытаемся измерить ту же самую, точно так же разместим градусник на Луне, и попробуем узнать, сколько там будет, то ночью наш градусник опустится где-то до минус пятидесяти или минус шестидесяти градусов, то есть достаточно холодно. Почему? Потому что ночь длится две недели. Не 45 минут, как для нашего космического аппарата, который около Земли летает, не 12 часов или поменьше, как для жителей Земли, а две недели, две земные недели. Это много, за это время наш градусник или наш прибор на поверхности Луны сильно остынет, до минус примерно пятидесяти градусов. Но когда поднимется Солнце над горизонтом, то его температура будет изменяться примерно от минус десяти градусов до плюс пятидесяти градусов, даже чуть меньше, 50-60 градусов по разным реальным замерам разных космических аппаратов, это наблюдалось, и эту температуру мы знаем точно. Температура самой поверхности Луны может нагреться выше примерно до 120 градусов. Но, как правило, от излучения, от тех самых тепловых потоков можно защищаться, можно защищаться на Земле, когда мы одеваем какую-нибудь светлую одежду, и нам не так жарко летом под солнечными лучами. Например, белые скафандры точно так же, космонавтов точно так же предназначены для того, чтобы отражать лишние солнечные лучи. И космические аппараты тоже заворачивают в такую отражающую, светоотражающую фольгу, которая позволяет им не перегреваться. У физиков есть такое понятие абсолютно черное тело, то есть это объект, который не отражает ничего. Если мы такое гипотетическое абсолютно черное тело разместим на расстоянии от Солнца, на таком, на каком находится Земля, то это абсолютно черное тело будет держать температуру плюс 4 градуса. То есть те солнечные лучи, которые на него попадут, нагреют его до плюс 4 градуса, и за счет излучения на теневой стороне, того же самого теплового излучения, абсолютно черное тело будет сбрасывать эту температуру лишнюю, и у нее стабилизируется плюс 4 градуса. Если мы ее поместим в тень, она, конечно, остынет. Если мы будем отдалять его от Солнца, то уровень энергии, получаемой от Солнца, будет падать, соответственно температура будет падать. Если мы очень далеко отодвинем от Солнца, то там будет совсем холодно. Но чтобы найти самую низкую или почти самую низкую температуру на Земле, точнее в Солнечной системе, нам не нужно далеко лететь от Земли. Одна из самых низких температур, которые можно найти в Солнечной системе или в окрестностях нашего Солнца, потенциально достижимых современной космической техникой, можно найти на Луне. Это не так далеко, не так сложно, но где там такая холодная температура? Это так называемые участки вечной тьмы. Они находятся на полюсах Луны, туда солнечный свет никогда не попадает, и там, если есть глубокие кратеры, а они там есть, вот здесь снимок как раз, в этих участках вечной тьмы всегда холодно, всегда и практически нет солнечного света. И вот если мы туда разместим градусник, то его температура опустится до минус 230 градусов. Это очень холодно, но не самый предел. Если мы попытаемся найти самое холодное место во Вселенной или одно из самых холодных мест, то нам придется отлетать очень далеко, даже не то что от Солнца, но и от нашей галактики и от всех соседних галактик. Обычно галактики во Вселенной не летают сами по себе, они все-таки придерживаются друг к другу, есть галактические скопления, есть галактические нити, и в целом все это рисует такую своеобразную ткань Вселенной, которую очень сложно рассмотреть в обычные телескопы, но все-таки астрономы уже знают, что очень издалека структура нашей Вселенной похожа вот на такую картину. И здесь каждая светящаяся точка, это не Солнце, это не звезда, это отдельная галактика, подобная той, в которой находимся мы, которая называется Млечный путь. Так вот, в данной ткани она неоднородна, где-то есть скопления, а где-то есть пустоты. Эти пустоты называются войды, и если мы туда разместим градусник и попытаемся измерить температуру, то она будет минус 270 градусов по Цельсию. Холоднее мы практически не сможем сделать, потому что вся остальная наша Вселенная пропитана еще очень древним, но все-таки излучением и очень слабым излучением, так называемое реликтовое излучение. Оно осталось еще со времен Большого Взрыва, и по сути это свет или тепло Большого Взрыва, в котором родилась вся наша Вселенная. Так что холоднее. В лабораториях можно создать более холодную температуру, но в реальной Вселенной мы такое не найдем. Надеюсь, теперь вы знаете немного больше о тепле в космосе и будете знать, что ответить на этот вопрос.